В Югре продолжается голосование по поправкам в Конституции. Свой выбор сделали почти 400 тысяч избирателей. Из них около 2000 это представители коренных малочисленных народов Севера. Так в отдаленных и труднодоступных поселениях югорчане голосовали, не выходя из дома. Получить бюллетень с доставкой до квартиры могут все желающие в крупных городах округа. Кому доступна такая процедура и как проходит голосование на дому, расскажут мои коллеги. Хантамансийский район, деревня Шапша. Члены избиркома в сопровождении Чусткова объезжают тех, кто подал заявление на голосование на дому. На момент съемок с начала голосования таких на участке набралось уже более 60 человек. Такие бригады людей в Белом сейчас разъезжают по всему округу. В отдаленных поселках, деревнях и городах ситуация одинаковая. Возможность проголосовать предоставляют каждому. Как правило, избирательную комиссию на дом приглашают пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и молодые мамы, которые не могут выйти из квартиры по разным причинам. Такой формат голосования помогает им сделать свой выбор без особого труда. У членов участковой комиссии есть влажные спиртовые салфетки, которыми они обрабатывают дверную ручку и домофонные звонки. Этот пакет вывешивается на дверную ручку. Проводящий голосование отходит на 2 метра от двери. Бесконтактным способом передается данный пакет голосующему. Чтобы избирательная комиссия пришла голосующему прямо на дом, о своем желании нужно просто уведомить по телефону. Причин на такое решение может быть много, но главное, что придут к каждому. Молодцы, молодцы, рейки какие умницы. И я рада, что пришли, потому что я раз позвонила, два позвонила, ну и выяснила, куда звонить, зачем звонить. И позвонила, все делала. Так что спасибо большое. Подать заявление о голосовании дома можно до 17.00 1 июля. Сделать это может любой желающий без объяснения причин. Сергей Крапков, Ольга Придоха, Ильдар Муратов, Алексей Шахмаев. Телекомпания Югра.